всем привет я гела и сегодня девчоночки хочу поговорить про секреты в лоскутном шитье а именно мои секреты что я от вас прячу не показываю и поэтому у вас не получается так же если вам интересно то пожалуйста не забудьте подписаться на канал поставить лайк спасибо вам солнышки мои и поехали есть такие люди которые всегда с претензией с укором всегда недовольны которые во всем ищут подвох какие-то подводные камни которые я специально от них скрываю и поэтому у них ничего не получается такие люди как правило агрессивно пишут в такой хамской манере или как минимум неуважительным то не предъявляют претензии во всем ищут что-то плохое про хорошее они ни слова никогда не напишут а вот если заметить что-то не то по их мнению то обязательно зацепиться размотают эту тему такие горе-комментаторы всегда ищут подвоха секретов ищут обман спаде сколько же народу вы обманули что во всем теперь обман этот ищите в общем для меня их просто нет сразу удаляю и все чтобы своим негативом не разгоняли свою дерьмо тут на моем канале поэтому говорить о нем больше не буду но есть люди которые вполне корректно спокойно излагают свои сомнения они реально пробуют что-то не получается и спрашивают тут сомневаются быть может они что-то пропустили там что-то не поняли и это вполне нормально ведь не может же человек знать и уметь все на свете и вот таким людям я хочу в очередной раз ответить нет никаких секретов мои дорогие по крайней мере у меня от вас секретов по рукоделию нет 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 никакого подвоха нет намеренной недосказанности я ничего от вас не прячу и не скрываю солнышки мои и кстати на канале самые самые такие популярные видео когда-то выстрелившие это вот как раз те видео которые в которых я начинала я сама учусь петчверку лоскутному шить его каким-то видом рукоделия и все это с самого начала с первых своих проб и ошибок все это показываю снимаю и все это есть на канале понимаете все свои открытия для себя да то что я открывала чему я училась ты продолжаю учиться вот то есть нет никаких каких-то там подводных камней и так далее я всегда говорю все приходит на практике можно посмотреть миллион видео пройти там покупать кучу мастер-классов прослушать теорию там попробовать раз другой но без практики без постоянной нужно просто всегда шить и тишите чем больше вы этим будете заниматься тем лучше и лучше с каждым разом лучше и лучше у вас будет все это получаться вот сейчас уже с высоты своего опыта хочу сказать конечно учиться на было тканях с одной стороны это вроде бы такой здоровский выход я вот по себе начинала я да с домашнего текстиля там со всяких ненужных вещей и так далее но если вы хотите там на продажу например хотите научиться шить его потом этим зарабатывать но я имею ввиду печерками на сейчас да вот то конечно же это нужно делать из новых тканей теперь это уже поняла и как сказать особенно вот начинающим из новых тканей конечно же шить в разы проще это я теперь сама знаю понимаете я вот вам весь свой опыт рассказываю показываю в разы проще и легче добиться аккуратности чем из разнообразных тканей от одежды и так далее поэтому здесь уже нужно выбирать вам самим если вы шьете для себя если хотите попробовать там понравится не понравится то всегда можно использовать все что найдете в доме я очень люблю такое шитье она получается очень живописным красивым когда соединяешь совершенно разные ткани от одежды например там да я очень люблю когда в одном изделии и шелкой трикотаж там я не знаю можно и футболки и джинсы и красивое платье и парчо использовать ткани да то вот такие сочетания получаются всегда очень красивые но девочки в общем еще раз хочу повториться из чего и как бы вы не решили я не скрываю ничего вот вы посмотрели видео да и вы понимаете в одном видео во первых все не покажешь вот поэтому подпишитесь на канал там есть подборки плейлисты по темам то есть отдельно постежки там отдельно коврики такие вот плейлисты отдельно одеяла скутные загляните посмотрите вы обязательно всему научитесь я всегда все показываю подробно рассказывал понимаете вот не увидели в этом видео значит посмотрите другие я желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения скоро увидимся всего вам самого доброго пока пока а а а а а а